Девочки, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео. В сегодняшнем видео мы с вами будем говорить про покупки белорусской бюджетной косметики. Я вам покажу немножко ухода, немножко декоративной косметики, краску для волос. Также производитель O2O прислал мне новую посылку. Все вам сегодня покажу, расскажу. Поэтому, если вам такое видео интересно, естественно, оставайтесь, подписывайтесь. Если вы впервые попали на мой канал, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Мы встречаемся три раза в неделю. Говорим про косметику, делаем макияжи, обсуждаем покупки. Фикс Прайс, Алиэкспресс, косметические. То, что интересует нас с вами на данный момент. Поэтому, если это то, что может вас интересовать, опять-таки оставайтесь, подписывайтесь. Ну, а мы, как всегда, без долгих разговоров начинаем. Поехали! Итак, девочки, давайте начинать. Два слова перед тем, как начать. На губах у меня пина под люкс визаж в 23-м оттенке. Макияж этот выйдет в среду либо в пятницу. Поэтому, опять-таки, все, что касается макияжа, все это увидите. Но, что касается губ, то я вам, естественно, даю заранее знать, потому что знаю, что будут вопросы. Итак, давайте начнем сегодняшний обзор. Начнем с той косметики, которую я приобретала сама. Все, кроме производителя O2O, я приобретала сама. И давайте начнем с уходовой косметики, с Белиты. Потому что несколько интересных средств я для себя приобрела. И все они мне очень и очень нравятся. Несколько дней, некоторые, больше, чем неделю тестирую. И давайте начнем с вот этой малышки, с этого тоника от производителя Белита Витекс. Линейка называется Мезотонер для лица, мицеллярное тонизирование. Здесь у нас безинъекционная процедура гидровитализации кожи. Очень, очень классный тоник от Белиты. В последнее время как-то мне больше нравились тоники от Маркель, либо от Белкосмекс. У Белиты тоже такие попадались неплохие. Но все-таки я тяготела именно к другим белорусским производителям. Вот этот тоник просто произвел на меня какое-то наивдичайшее, приятное впечатление. Настолько классных белитовских тоников мне точно не попадалось в этом году. Он плотный, он очень хорошо увлажняет, он очень быстро впитывается. И обычно после того, как тоники впитаются, редко есть такое чувство, что что-то произошло прям такое, что напитало и увлажнило кожу хорошо. Здесь как раз-таки тот самый случай, когда ощущение напитанности, ощущение увлажненности, несмотря на то, что это только тоник. Очень достойное средство, очень приятный аромат. Здесь свежий, непривычный, нетипичный белитовский аромат. Пахнет совсем-совсем чем-то свежим. Если, возможно, вы выбираете на праздники, либо, в принципе, покупаете своим мужчинам туалетную воду, то вот очень похожие свежие туалетные водички часто встречаются. Поэтому классное, достойное средство с приятным, не слишком тяжелым, я прям уже совсем сравнила его с мужским ароматом, не слишком настолько тяжелый запах, но что-то вот схожее однозначно здесь есть. Мне нравится и аромат, мне нравится сам тонер, сам мезотонер для лица. С удовольствием пользуюсь, уже отпользовала где-то процентов 10. И что касается объема, здесь у нас 150 миллилитров. Так, девочки, еще одно средство уже от производителя Белкосмекс. Следующим образом выглядит эта пенка, гель-пенка для умывания из линейки Хербарика. Мне кажется, столько линеек с вот этим вот Хербариум, Хербарика, доктор Хербариус Белкосмекс выпускал, что это просто уже какая-то дичь, если честно. Хотелось бы какого-то нового названия, потому что однозначно было что-то похожее в травянисто-болотно-зеленом и белом оттенке. И опять-таки называлась линейка Доктор Хербариум. Она мне, кстати, нравилась, но здесь опять Хербарика, зачем одно и то же делать? Что касается самого продукта, это гель-пенка для умывания. Здесь у нас Центелла и Алоэ Вера и мягкая моющая основа гель-пенки. Подходит для любого типа кожи, мне очень нравится именно гель-пенки от Белкосмекс. В принципе, это гель, это никакая не пенка, я вам сейчас выдавлю. Немножечко покажу, как это выглядит. Следующим образом все это смотрится, такой зеленоватый фокус. Зеленоватый здесь немножко тинт, но, естественно, все это сходит. Когда вспенивается, когда наносится на лицо, никакой зелени не остается. Все это имеет прозрачную под собой базу. Это обычный гель, даже если его мылить, 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 мылить и соприкасаться с водой, никакой пены здесь, видите, не появляется. Обычный гель. Вот этот продукт, опять-таки, очень неплохой. Достаточно нежно, деликатно умывает лицо по утрам. Там единственное, что в геле мне нужно гораздо меньше самого продукта, нежели чем в пенке. В пенке я могу сколько угодно наносить и кожу мне пересушить. Здесь же прям нужна одна маленькая горошинка. И все, мое лицо будет очищено, приятное. Они слишком пересушены. Но, что я терпеть не могу у Белкосмекс, это вот эти упаковки, которые с огромной дыркой идут, с огромным фокусом, с огромной вот этой дыркой-дозатором, из которых просто невозможно чуть-чуть продукта выдавить. Сейчас я выдавила чуть меньше, чем обычно, потому что у меня в таком состоянии лежал на столе этот продукт. В ванной же, в ванной комнате он стоит. И, соответственно, весь напор идет на вот этот дозатор, на вот эту дырочку, и отсюда вываливается, просто вываливается, это самое подходящее слово, огромное количество продукта, которые просто приходится смывать. Потому что столько его не нужно смывать с рук и уже остатками умываться. Это очень. А мне не нравится, это отталкивает от этих продуктов. Хотелось бы более удобную упаковку, более удобный, хотя бы меньше здесь по объему дозатор. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Еще одно средство от производителя Белита, это лосьон и мицеллярная вода, два в одном. Из линейки розовая вода следующим образом выглядит бутылочка. Симпатичный розово-черный такой дизайн. Розовая вода, которая у нас служит и лосьоном-гидролатом, и мицеллярным, опять-таки, лосьоном для снятия макияжа, очищения и увлажнения. Здесь у нас добавлен гидролат розы. Я покупала именно для того, чтобы удалять макияж, так как моя мицеллярная вода обычно тоже была от Vitex закончилась. Покажу вам ее в пустых баночках и решила попробовать новую линейку. Для меня эта линейка новая, потому что ничего до этого не покупала у Белиты из линейки розовая вода в таких упаковках. Здесь достаточно приятный аромат розы, хотя, в принципе, я небольшой любитель ароматов розовой воды, чего-то такого сладковатого. Но здесь он очень нежный, как действительно у гидролатов, достаточно натуральный аромат розы, и он не задерживается на лице. Уже несколько раз пробовала с помощью этого средства удалить макияж. Макияж очень достойно удаляется, немножко разъедает слизистую глаза, немножко в плане того, что слизистая может покраснеть, но очень быстро потом это покраснение исходит. Но есть такая проблема, есть такой момент в этой мицеллярной воде, в этом мицеллярном гидролате для снятия макияжа. Поэтому, если у вас чувствительное слизистая на глазах, то, естественно, я бы не рекомендовала. Но если, в принципе, нет никаких с этим больших проблем, то неплохой продукт, что касается именно снятия макияжа. Кстати, девочки, еще одно средство от Белиты, от Vitex. Это, как мне кажется, очередная новинка, потому что раньше ничего подобного не встречала. Линейка называется Happy Time, и это гидрогелевая маска, которую нужно оставлять на ночь, ее не нужно смывать, то есть что-то вроде ночного крема для лица. Она у нас с гиалуроном и изумрудными водорослями для лица, не смываемая против первых признаков старения. Меня заинтересовал этот продукт, потому что, если честно, то мне нравится просто наносить что-то на лицо, когда я совсем-совсем ленюсь, и когда просто я настолько устала, что не хочется наносить сразу 150 сывороток, тонеров и всего остального на лицо. Мне хочется смыть макияж и нанести что-то одно. Но вот такой продукт для меня тогда срабатывает. Под эту несмываемую маску ничего, естественно, снизу наносить не нужно. Ее можно наносить сразу же на очищенное лицо и просто ложиться спать. Она несмываемая. Написано, что 30-40 минут нужно дать ей времени для того, чтобы впиталась. У меня она впитывается, как обычно, крем за несколько минут, и я ее не ощущаю. Что касается самой упаковки, то следующим образом она выглядит. Это пластик полупрозрачный. Здесь у нас все те же пометки. И внутри это очень густой гель. Напоминает мне чем-то гелевые маски. Густое средство. Очень быстро, как я сказала, впитывается. Раньше я наносила, как и сказано, за 30 минут до сна. Когда поняла, что это какое-то излишнее было в свод, просто наношу, как обычно, крем перед сном. И все, иду спать. Не могу сказать, что какие-то прям восхитительные результаты. Но здесь неплохой состав, неплохие обещания, заверения белита. Здесь, опять-таки, очередная инновационная формула. Плюс гиалуроновая кислота. Я ее очень люблю. Кстати, когда вы нанесете маску, то никакого вот такого эффекта, как у девушки на лице, не будет. Она полупрозрачная абсолютно. И как прозрачный гель, она впитывается сразу же в кожу. И никакой липкости, никакого эффекта пленки не оставляет. Единственная пометка, единственная, на что стоит обратиться. Добавить внимание, это то, что этот продукт белита не рекомендуют наносить чаще 3-4 раз в неделю. Даже 2-3, по-моему. Да, не чаще 2-3 раз в неделю. Вместо ночного крема. Поэтому 3 раза в неделю это максимум. Так, девочки, дальше следующее, что я вам покажу, это краска для волос, которую я совсем недавно покрасила свои корни. Теперь я подкрашиваю только корни и где-то раз в полгода окрашиваю полностью длину. Решила ничего нового не выдумывать и приобрела себе всю ту же краску из линейки L'Oreal Excellence. Это оттенок 4.0. Он у нас каштановый, который, как я вам 100 раз говорила, не уходит ни в холодный потон, ни в теплый потон. Он на моей теплой базе смотрится немножко более тепловатым, чем если у вас более серым пигментом волосы. Естественно, будет смотреться более прохладно на волосах. Ничего общего, как вы видите, оттенок у девушки на волосах не имеет с моими волосами. И скорее здесь нужно смотреть по вот этой шкале, потому что вот здесь уже что-то приблизительно похожее можно встретить. Но и то у меня вариант получается гораздо темнее на тон, а то и на полтора тонна темнее, чем заявлено на упаковке, это точно. Поэтому если, опять-таки, любите красить волосы, любите стойкую щадящую краску для волос, которую я могу вам от души порекомендовать, потому что это моя 155-я баночка красок L'Oreal из линейки Excellence и также Preference, я очень люблю линейку, то присмотритесь, потому что очень-очень достойные краски, особенно если у вас чувствительная, как у меня, кожа головы, склонная к перхоти. Это прямо находка, конфетка и лучшее, что могло случиться с моими волосами. Кстати, закрашивает очень-очень хорошо корни, закрашивает, если есть седина, опять-таки, на 100%, поэтому классная краска. Так, девочки, дальше следующее, что я приобрела совсем недавно, это для меня новый дезодорант, который мне очень понравился и решила включить его в это видео. Это линейка FAN, называется Fiji Dream, ритмы острова Фиджи. Он у нас не содержит соли алюминия, здесь аромат арбуза и иланг-иланга против пятен. Классный дезодорант, я вам когда-то рекомендовала Деонику, и если кто-то мне писал, что Деоника Pink Rush не совсем подходил в плане защиты, не слишком справлялся, то присмотритесь к вот этому, потому что здесь очень схожий, такой яркий цитрусовый аромат. И что касается самого воздействия этого дезодоранта, здесь однозначно более сильный вариант, однозначно с ним подружитесь больше. Дальше, девочки, еще одно средство, которое уже второй либо третий раз я покупаю, это мужской гель для душ, который я использую на себе, потому что здесь аромат однозначно унисекс. Это Palmolive, пометка Men, но это никакой не Men. И фокус, что ты меня подводишь. Так, смотрите, следующим образом выглядит упаковка. Это бодрящий гель для душа, цитрусовый заряд. Вы видите, что у меня уже так хорошо он использован. Если давно смотрите мой канал, то, скорее всего, будете помнить, что я вам несколько раз показывала это же средство в пустых баночках, потому что я просто обожаю этот аромат. Он настолько сильный, сильный цитрусовый, апельсиновый, приятный запах, который, в отличие от женского отдела, он не выветривается абсолютно. И он настолько приятный, настолько долгоиграющий, что просто нет никаких вопросов, хочется им пользоваться снова и снова. Поэтому, если любите цитрусовый, если любите не такие более нежные, более сладкие цитрусовые, от которых меня, если честно, иногда воротит, а что-то более свежее, но при этом цитрусовое, то присмотритесь. Повторюсь, это моя вторая либо третья баночка и очень-очень нравится. Не слишком кожу высушивает. Очень густой гель. За счет того, что он такой густой, естественно, здесь очень экономичный расход. Так, девочки, и последнее, что я вам покажу, это посылка от производителя O2O, которая пришла ко мне на, по-моему, прошлой неделе. Решила также включить ее в это видео. Будет отдельное видео, буду все в отдельном видео разбирать. Опять мои соседи включили пылесос либо дрель. Это просто какой-то капец. Так, ладно, не будем отвлекаться. Первое, что я вам покажу, это палетка. Следующим образом выглядит упаковка. Палетка достаточно большая. И внутри очень симпатичный вариант сочетания матовых и шиммерных оттенков. Красивая палетка, такая золотая и немножко зеленоватая гамма. При этом не слишком яркие здесь оттенки. Они немножко приглушенные. Мне безумно хочется уже туда прямо окунуться и что-то интересное с ней сделать. Здесь есть полноценное зеркало. И огромное количество оттенков. Все оттенки подписаны. Упаковка здесь сделана из картона. Что касается самого бренда, то он cruelty free, то есть он не тестирует на животных. Здесь все пометочки об этом есть внизу. И также весь состав полностью, что входит в тени. Здесь все это, естественно, указано на самой упаковке. Не подпольное какое-то производство. Классный бренд, по крайней мере достойный бренд, который представлен на Али. И с удовольствием мы с вами в эту палетку углубимся. Я думаю, либо на этой неделе, либо на следующей. И обязательно сделаем один, либо два макияжа с этими тенями. А также для того, чтобы сделать полный обзор, они мне прислали и тональную основу, которая, к сожалению, растеклась у меня пока ехала. Смотрите, девочки, следующим образом выглядит упаковка. И потому что у меня растеклось, я могу сказать, что он мне вряд ли понравится. Но я, естественно, покажу вам его на лице. Опять-таки он был в отдельной упаковке. Почему-то я его достала из вот этой картонной упаковки. Здесь написано, что это BB Beauty Skin. Пометка также о том, что он должен быть длительным по своей стойкости. И также мой кот сейчас ходит, считает камеру. Если камера считается, это мой кот. Это не я. Также пометка о том, что oils. То есть, если у вас жирная кожа, то как будто он убирает вот эту жирность кожи. Но настолько здесь сам BB крем маслянистый. Я не знаю, как он сможет эту жирность кожи убрать. На лицо я его не наносила. Но то, что попало ко мне на руки, было очень, прямо очень-очень жирным. Поэтому не знаю, насколько здесь правдивы заявления. Все это мы с вами, естественно, проверим. И про это поговорим подробнее в отдельном видео. Еще один продукт от этого же производителя. Это карандаш для бровей в шестом оттенке. Оттенок называется Dark Brown. Сегодня, кстати, этот оттенок карандаша у меня на бровях. Потому что мой карандаш от фокалюра закончился. Упаковки здесь очень, конечно, красивые. С одной стороны щеточка для того, чтобы прочесывать бровки. И с другой стороны сам карандаш. Он выкручивается. И он таким привычным скошенным треугольничком. Идет достаточно мягкий, но при этом не жирный. То есть не растушевывается прям до линии роста волос на голове. Все в этом плане в порядке. По первому впечатлению он мне понравился. По оттенку, опять-таки, мне все нравится. Я становлюсь все темнее и темнее. И такой более темный, совсем без рыженцы оттенок мне однозначно на себе сейчас нравится. Поэтому, если вам также нравится такой оттенок на моих бровях, то можете пересмотреться. Потому что, по первому впечатлению, карандашик очень и очень неплохой. Еще одно средство от этого же производителя. Это матовая жидкая помада в оттенке 02. Давайте покажу вам. Здесь просто не упаковка. А, это нет. Это будет другая не упаковка произведения искусства здесь. Также симпатичная упаковка. Второй оттенок. Матовая помада. Давайте покажу вам сразу, как выглядит кисточка. Маленькая, удобная, немножко скошенная. И давайте сразу сделаю вместе с вами сводч. Конечно, оттенки выбирать онлайн. Это та еще Марокко. Потому что мне он казался однозначно коричневым с рыжей базой. Но пришел просто оранж-оранжем. Оранжевый, абсолютно пампкин оттенок на осень. В огромной бомбезной упаковке помада под номером 10. Здесь прям что-то с чем-то, а не помада. Так запаковали, что не стыдно было бы и подарить кому-то, как я его открывала open. Вот здесь написано. Вот так оно открывается сбоку. И в этом футляре у нас лежит помада. Помада в красивой, такой прорезиненной упаковке. Логотип O2O. Так и не скажу, что это прям Китай. Здесь опять-таки все пометки, которые нужно знать про помаду. Еще одно лого производителя. И смотрите, здесь система нажатия. Здесь нужно что-то где-то нажимать. Вот с этой стороны. Нажимаешь, выскакивает помада, ее достаешь. И далее сама помада очень красиво выполнена. Такой матовый, красивый дизайн, красивый оттенок интересный. Опять-таки, что касается упаковки, то просто 10 из 10 они мне ее положили в качестве какого-то бонуса. Потому что я никогда не заказываю красные помады. Я их слишком редко ношу. И на этом я буду с вами прощаться. Буду заканчивать свое видео. Это были все мои новинки и все, что у меня появилось за последнее время. Также я жду очень-очень много посылок. Но так как сейчас праздники, то ничего мне не пришло. Ни с Черной Пятницы, ни с Colourpop я сделала заказ, ни с других сайтов. Все это жду. И, естественно, когда придет, опять-таки сделаю видео с покупками и с распаковкой. Будем вместе с вами остальные посылки, покупки распаковывать. На этом, девочки, буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр. Очень скоро мы с вами увидимся уже в новом видео. И всем пока-пока. До новых встреч.